Ну что ж, продолжим нашу беседу и вернёмся сразу в студию Арарат Парк Хаят, в нашу студию в отеле Арарат Парк Хаят, где находится военный эксперт Владислав Шургин. Владислав, простите, что прервал вас. Итак, ваша версия, продолжите её, пожалуйста. Ну, я считаю, что если бы у Украины имелись объективные данные, они у неё есть, то мы могли бы действительно полностью понять, что же всё-таки произошло. На самом деле существует огромный массив боевых документов, которые находятся в распоряжении Украины. Это данные о работе радиолокационных станций, это различные доклады на всех уровнях, это прежде всего хотя бы, скажем так, радиообмен между диспетчерами и пилотами. Но всё это пока не выдаётся на публику, более того, всё это пока засекречено. По крайней мере, из тех версий, которые сейчас гуляют в самой украинской среде, в украинской армии, я с ними постоянно общаюсь, то есть осталось много знакомых. Самое экзотическое гласит о том, что за два дня до того, как всё это произошло, госомит Порубий устраивал истерику на тему того, что летают неизвестные, неопознанные самолёты, это российские самолёты и требовал от зенитчиков сбить самолёт и предъявить под камеры пленного русского пилота. Собственно говоря, после этого и началась вот та самая движуха дивизионов зенитно-ракетных, растаскивание их по региону, возможно, как засада на некие вот эти неопознанные самолёты, которые называли ополченческими. Я совершенно не удивлюсь в этом случае, если действительно при такой вот истерике могли сбить и Боинг. Нужно ведь понимать одну вещь, главное. Последний раз украинские зенитчики стреляли 10 лет назад, понимаете? То есть у них уже даже нет поколения зенитчиков, которые стреляли с этой техники. Простите, пожалуйста, Владислав, а не могли бы вы мне тогда ответить на вопрос, когда последний раз стреляли из зенитных орудий повстанцы? Никогда. Про повстанцев я вообще в этом случае молчу, потому что, если даже представить, что откуда-то у них появился БУК, и кто-то ему его смог починить, то вопрос о том, кто мог выстрелить, лично у меня вызывает просто такой некий тупик мозга. Повторюсь, каждый год, считается вот по советским наставлениям, раз в два года полк любой зенитно-ракетный, любой зенитчик должен был стрелять. Если этого не происходило, то просто снимали с боевого дежурства, объявляли небоеготовым. Потому что техника требует умения с ней обращаться. Если вы 10 лет не стреляли, то фактически уровень подготовки в этом случае близок к нулю, и, возможно, любые ситуации. То есть сознательно могла сбить только наша сторона, я правильно понимаю? Я считаю, что сознательно наши не могли сбить, просто потому, что он до нашего ПВО просто не дошел. Поэтому выяснять все-таки, кто его сбил в украинском небе, надо украинцев. И я нисколько не сомневаюсь в том, что и США, и Украина отлично знают все-таки, кто его сбил. Но если они знают, например, что сбили повстанцы, то почему они не предъявляют? — Ну вот это как раз вопрос вопросов. То есть я думаю, что все-таки ситуация намного более сложная, чем однозначное обвинение повстанцев. Повторюсь, я не удивлюсь, если это была неудачная охота за неким Су-25, который называли Су-25-й ополченцев. Я не удивлюсь, если это был, скажем, неудачный противозенитный маневр чей-то. Я в этом случае вариантов возможно. Самый вариант для меня, например, как для человека, который служил в ПВО, самый очевидный вариант заключается в том, что если за сутки до этого вышел на новое место дивизион, это то, что подтвердил наш генеральный штаб, то этот дивизион должен был в поле развернуться, должен был включить систему, должен был привязаться к местности. И самое главное, должен был отработать привязку по самолетам. То есть нужно было включить все в боевой режим, но заблокировать пуски ракет и сделать проводку любого самолета, проверить, что все работает. Это делается десятки раз, и расчеты это все отлично знают. Но если, опять же, учитывая низкий уровень обученности зенитчиков, если была допущена любая ошибка, и вот эти самые штумблеры не были переключены, то при такой проводке фактически совершенно спокойно могли сбить самолет, потому что происходит полностью имитация стрельбы, только что называется в сухую, без запуска ракет. А здесь вполне могли стартовать, и тогда, конечно, уже что-либо изменить было невозможно. Спасибо. Напомню, Владислав Шурыгин был с нами на связи, военный эксперт в нашей студии в отеле «Арарат Парк Хая». Как, на Ваш взгляд, Алексей, игра будет продолжаться дальше? Сегодня вот господин Антонов, наш замминистра обороны, она ехала на американскую сторону, по-другому это не назовешь, спрашивая, где доказательства. Американская страна в ответ в очередной раз сказала, что те доказательства, которые представила наша Миноборона, это вообще не доказательства, а мы вот по понятным причинам почему-то их показывать пока не хотим. Ну, это игра в политический путь. Кстати, послушаем, да, что было конкретно сказано. Было заявлено, что данные технической разведки США и фотографии со спутников подтверждают пуск ракеты с территории, контролируемой повстанцами. Вопрос, а где эти данные? Почему они не представлены общественности? Их, с позволения сказать, еще доделывают? Идет игра в политический покер, причем довольно высокого уровня, высокого класса. И речь идет, скорее всего, о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются показать, в том числе и официальному Киеву, которому предстоит замена интерфейса власти в ближайшее время, потому что те люди, которые состоялись на Майдане, они сейчас являются естественными политическими противниками Петра Порошенко. Их требуется заменить. Они уже довольно много сделали в ходе так называемой антитеррористической операции. Их требуется заменить, потому что в некоторых кругах им руки не подадут. Более того, они сейчас окончательно поссорились с Россией и в качестве политических фигур так малопригодны. И я думаю, что Соединенные Штаты Америки, постепенно подводя к определенным вещам, они в конце концов спровоцируют такой кризис, в ходе которого окружение Петра Порошенко, я имею в виду исполнительную вертикаль и так далее, оно сменится полностью. И Арсений Яценюк, возможно, предчувствуя подобного рода исход, решил, что называется, катапультироваться из этой ситуации. Поэтому я думаю, что ситуация будет развиваться именно таким образом. А Соединенные Штаты Америки будут продолжать выдерживать паузу до самого конца. Только я боюсь, что даже зная правду, кто сбил этот злополучный Боинг, я думаю, что до конца они не скажут и будут пытаться шантажировать самые разные стороны. А чего сейчас добивается каждый из сторон? В чем смысл нажима на нас? Было вроде как два. Заставьте повстанцев допустить в Международную комиссию, что было, в общем-то, сделано. А второе что? Второе, собственно, самое главное. Это прекратить все каналы доступа какого-либо подкрепления. Ну, скажем, мы не имеем сведений, что это за каналы, но думаю, что они есть. Государственные, негосударственные, частные, инициативные, добровольные, как угодно. И цель совершенно очевидна. Соединенные Штаты хотят добиться того, чтобы Украина решила вопрос Донбасса силой. То есть закончила успешно эту, так называемую, антитеррористическую операцию. После чего это, как мы все понимаем, это не означает конец украинского кризиса и даже не означает, естественно, конец кризиса на востоке Украины. Это переход в совершенно другую фазу, которая в каком-то смысле может оказаться еще более опасной для государства. Но это уже другое дело. А что это за фаза? Ну, учитывая, что там много людей, которые воюют там. Ну, хорошо, даже если там не будет российских добровольцев, все-таки основу-то этого сопротивления составляют местные. А крови уже пролито столько, и, как это красиво называется, непропорциональное использование силы имело такие масштабы, что, ну, появились, говоря по-кавказски, кровников много просто. Я думаю, это успокаиваться вообще, если сколько это займет, непонятно. А вот, простите, Федор, я вас не секундочку перебью, чуть назад откатимся. Сначала, вот в день, когда произошел, даже накануне, произошла эта катастрофа, мы говорили в студии с экспертами и пришли все к выводу, что, несмотря на широко анонсированное поражение повстанцев, ими же самими, в общем-то, Стрелков говорил, что мы продержимся, помните, неделю-две, а Пушилин говорил, что мы больше недели-двух не продержимся. Как раз эти недели-две истекли, и при этом даже не столько никуда ничего не делалось, а наоборот, украинские силы стали терпеть поражение за поражением. Был серьезный котел, было окружение, и, в общем-то, перемога перешла на сторону повстанцев, как мне казалось. Однако, вот сейчас эксперты говорят, все произошло именно тогда, когда повстанцы стали терпеть поражение за поражением, и тут им нужно было что-то такое устроить. При этом вторая часть экспертов говорит, нет-нет-нет, как раз наоборот, украинцы стали терпеть. Так кто же все-таки прав? Ну, я думаю, что это абсолютно беспредметная дискуссия, потому что одна версия конспирологическая против другой. Обе имеют право на существование, и обе недоказуемы. То, что там идет большая уже вооруженная операция с двух сторон, и, как мне говорят мои коллеги, которые хорошо знакомы с такого рода конфликтами, поражает, конечно, степень скорости интенсификации, потому что там в каком-нибудь, ну, крупнейший из постсоветских локальных конфликтах, Карабахский, самый ожесточенный, он достиг вот этого уровня где-то через 2-3 года. А здесь буквально за 2 месяца это превратилось в большую войну. Естественно, понятно, что там задействованы большие силы, и повстанцы, если бы они воевали вот уже на данном этапе только какими-нибудь ломами и травматическим оружием, но этого было бы невозможно. То есть понятно, что там идет уже серьезное противостояние. Так возвращаясь к вопросу, что хотят американцы. Американцы хотят военной победы Порошенко. А дальше уже это меняет ситуацию политическую, потому что если... Ведь что до момента, когда Порошенко отменил перемирие, начал намечаться некий политический размен. То есть Россия была готова поддержать единство Украины и, так сказать, возобновление политического процесса внутри с условием, что как-то легитимируются пророссийские силы. И вроде как бы к этому сдвинулось. А потом все это пошло под откос, и теперь уже, конечно, об этой модели говорить бессмысленно, что, наверное, и было целью. Я предлагаю принести еще раз в отель «Радпарк Хаят», сменив за одну тему. Если останется время, вернемся еще и к теме противостояния на Украине. А в отеле «Радпарк Хаят» партнер «Парагон-адвайс» групп Александр Захаров. Александр наш практически постоянный комментатор событий, связанных с девшеризацией бизнеса. Александр, расскажите нам про новые инициативы МВД Следственного комитета, в чем они заключаются, и чего же все-таки хотят добиться люди и наш старый знакомый Георгий Константинович Смирнов. Приветствую, Игорь. Но прежде всего нужно отметить тот факт, что Следственный комитет и Министерство внутренних дел желают вести новый вид ответственности, связанный с возможностью привлечения к такой ответственности юридических лиц. Да, такая практика имеет место в ряде стран, однако для нас, естественно, это чуждо, поскольку у нас нет никаких наработок, у нас нет никакой металлогии, и, в общем-то, хотят предложить, чтобы все деньги, которые переводятся любым образом в иностранные компании, они уже изначально презюмировались как вовлеченные в совершение какого-то преступления. То есть, по сути своей, мы говорим о чем? О том, что есть статья, которая в Конституции звучит как презумпция невиновности, которая защищает всех, однако сейчас мы столкнемся с ситуацией, что равенство сторон в процессе уже будет нарушено изначально. А к чему это приведет? На самом деле же мы прекрасно понимаем, что огромное количество легальных, в определенном смысле, схем в российском бизнесе, в том числе и в самом крупном и государственном бизнесе, оно строится с привлечением офшорных схем. По привлечению подобного, как бы введение подобной ответственности, скорее всего, вообще разрушит эти схемы. И, соответственно, у нас главы крупнейших корпораций тоже должны будут отправиться за решетку. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Дело в том, что этот уклон, который сейчас предлагают, в общем-то, совершить, он действительно позволит утратить конкурентоспособность многих крупнейших корпораций Российской Федерации перед их иностранными партнерами и конкурентами. Поэтому, в принципе, наверное, говорить о том, что это вот должно применяться, наверное, не стоит. Надо более взвешенно подходить ко всем предложениям. С учетом, опять-таки, геополитической ситуации, которая очень неблагополучно сказывается, в принципе, на большинстве российского бизнеса. Но, на самом деле, если как раз учесть геополитическую ситуацию, получается, что нам придется, наверное, жить по такому иранскому санкционному варианту, ну или по ливийскому времен Локбери, если хотите. Нас везде закроют, нам придется полагаться на свои силы, а значит, нам нужно вернуть капитал домой. Насколько я понимаю, вот сегодня доносились такие, не знаю, в курсе вы или нет, думаю, что вы гораздо более в курсе, чем я, сведения о том, что лондонские банкиры, например, по категорически внутренними распоряжениями негласными запрещены все сделки с российской стороной. Да, безусловно, есть такой сигнал, и говорят о том, что многие заинтересованные лица стараются сейчас диверсифицировать свои вложения, инвестиционные пакеты, и, в частности, перевести их из Европы в Азию, в частности, в Гагонг и Сингапур, которые предлагают более-менее стабильные условия с точки зрения сохранения активов. Безусловно, сейчас Лондон держит руку на пульсе, потому как увод подобного количества капитала может, безусловно, сказаться на благополучности самой финансовой системы. Ну, так это и значит, наверное, что нам придется жить в новых условиях с запретом вывеза капитала, что вполне может в данных конкретных условиях, нерыночных, положительно повлиять на российскую экономику. Нам придется просто жить в новом мире и отказаться от всех привычных схем. Безусловно, такая вероятность присутствует, и, в общем-то, можно ее рассматривать, и ее нужно рассматривать. Однако, мы должны вспомнить и СССР, и времена существования советского лагеря, когда, безусловно, иностранные компании офшоры помогали даже и советскому собственнику, то есть государству, реализовывать различные проекты. То есть офшор у нас останется только для компаний с государственной собственностью, и то нелегально. Я полагаю, что о нелегальности для остальных не нужно вести речь, потому как многие смогут вести бизнесы через офшоры. Уже нужно отметить тот факт, что на совбезе президент поддержал отсутствие усиления функции государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. То есть Следственный комитет действует вопреки воле президента? Я полагаю, что это еще не согласованная инициатива, которая действительно имеет место быть, но работать, чтобы работать, наверное, теперь мало кто допустит такую, в общем-то, прокрутку педалей. Завтра у Следственного комитета профессиональный праздник, я думаю, что они появятся у нас в студии, я с нетерпением их жду, хотя, в общем, с нетерпением ждать представителей Следственного комитета, это как-то, наверное, плохо звучит. Но мне очень хочется с ними побеседовать в неформальной обстановке, да. Спасибо большое, Александр Захаров, напомню, был в нашей студии в отеле «Радпарк Хаят». Вот как раз про санкции Алексей хотелось бы узнать. Все уже, по-моему, нас окружили как-то как железная рука на горле революции. Что делать-то было? Жить, выживать. Конечно, строить великую российскую стену вокруг России никто не собирается. Кстати, вот по поводу инициативы Следственного комитета, я думаю, что дело проще. Ребята просто хотят себе облегчить жизнь в преддверии большого наплыва капиталов сюда и их переориентации на восток. Вы совершенно правильно заметили, потому что Япония, я напомню, не присоединилась к режиму санкций и готова принять российских инвесторов. В этой связи, я думаю, что на самом деле... А что Япония? Китай тоже? Китай, а Китай вообще раскрыл нам удушающее объятие. Я думаю, что очень не без выгоды для себя, скажем так. Поэтому я думаю, что режим санкций, кстати, Европа так тоже не присоединилась пока к ним, он расчищает европейский рынок для американцев от российских инвесторов. Вот, собственно, в Лондоне это подобная практика, она сейчас и проявилась в полной мере. То есть, спасибо лондонским банкирам, должен сказать, Восток. А для меня еще один очень важный вопрос в этом категории хотелось бы задать вам. Вы упомянули о Лондоне, но не упомянули Меркель. Мне кажется, что ее позиция в последние дни все-таки сдвинулась к более антироссийской. Ну, вообще, позиция Меркель, она давно сдвигается к более антироссийской. Здесь есть две причины. Есть причина персональная. Ну, Меркель очень тяжело пережила присоединение Крыма. Ну, утверждается, что якобы в телефонных разговорах до этого президент, наш президент ей обещал, что мы не собираемся этого делать, а потом ситуация изменилась, это сделал. А вот бразильский президент пообещал не выигрывать чемпионат, и слово сдержало. Да, ну вот по-разному президенту обещают, и потом ведут себя. Но более важно заключается в том, что Германия совершенно сейчас в другой позиции находится, чем, скажем, пять лет назад. Германия де-факто является флагманом Европы единой, к чему она не готова политически. Она вообще не стремилась к этой позиции и всегда хотела, наоборот, так сказать, мы платим, а так остальное нас не трогайте. Но так вышло, что их вытолкнуло вперед, отчасти, например, потому что Франция провалилась в Тартараре в политическом смысле, ее просто нету. И Германия пытается совместить свой интерес с вот этой функцией лидера европейского. А европейский лидер не может выступать только со своим интересом, он должен как-то интегрировать общий, которого тоже не существует, он весь раздерганный. И немцы вообще находятся в очень нервном состоянии. И в совокупности получается, что они... А мы знаем, чем заканчивается, когда немцы начинают нервничать. Ну, нет, я бы так далеко еще не ходил, но в принципе то, что кардинально изменилось положение Германии в Европе и в мире по сравнению с тем, которым оно было с середины XX века, это совершенно очевидно. И мы еще последствия увидим. Ну, кто доживет, как говорят итальянцы, они не поживем увидим, говорят, у них переводится как кто доживет, тот увидит. Я думаю, что мы все-таки будем чуть более оптимистичны, чем итальянцы. А передача наша на этом подошла к концу. Напомню, что в студии были Федор Лукьянов, Алексей Мухин и я, Игорь Витальев. Всем вам доброго, удачи в делах. Берегите себя, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова